В этом видео вы узнаете о проекте Cardano, его структуре, технологии и перспективах, нативном токене проекта Ада, а также о том, почему Cardano может стать убийцей Эфириум. Подписывайся на канал Криптон, а мы начинаем! Существует три поколения криптовалют. Примерами криптовалют первого поколения являются Биткоин, Лайткоин или Догикоин. Биткоин был первой криптовалютой, увидевшей свет в 2009 году. Она представляет собой революционную технологию для финансового мира. Но, несмотря на это, первое поколение криптовалют плохо применимо в качестве валюты для оплаты товаров и услуг из-за проблем со скоростью транзакций, высокой платой за их совершение и масштабируемости. Масштабируемость – это характеристика, отражающая способность системы безошибочно функционировать в условиях постоянно возрастающей рабочей нагрузки. Второе поколение криптовалют было зарождено Эфириум, который привнес в мир криптовалют смарт-контракты – программы, хранящиеся в блокчейне и позволяющие выполнять какие-либо операции, вплоть до продажи квартиры без участия третьей стороны и необходимости ей доверять. Несмотря на то, что это поколение значительно расширило возможный спектр применения криптовалют, нерешенной оставалась проблема с масштабируемостью, достаточной для повсеместного использования. Третье поколение криптовалют должно соответствовать требованиям устойчивой системы управления, которая является масштабируемой, децентрализованной, быстрой и позволяет взаимодействовать с другими блокчейнами. Именно к этому и стремится Cardano. Cardano – это блокчейн, построенный на протоколе консенсуса Ураборос, работающий по технологии Proof-of-Stake – доказательство доли владения. Ураборос – это первый доказуемый безопасный протокол Proof-of-Stake. Здесь, как и в классическом алгоритме консенсуса Proof-of-Stake, блоки подтверждаются валидаторами, то есть участниками сети, обладающими некоторым количеством криптовалюты, внесенной в стейкинг. Ураборос делит сеть Cardano на так называемые эпохи, то есть промежутки времени, каждый из которых в свою очередь делится на слоты. Слот длится 1 секунду, и в настоящее время эпоха Cardano включает в себя 432 тысячи слотов, то есть длится 5 дней. Таким образом, сеть Cardano легко масштабируется путем добавления слотов в эпоху или запуска параллельной работы нескольких цепочек сети. При реализации всех технологий сеть Cardano может обрабатывать до миллиона транзакций в секунду. Протоколом для слота в зависимости от потребности сети выбирается валидатор, который называется лидером слота. Чем больше величина стейкинг пула валидатора, тем больше шанс быть выбранным лидером слота для производства блока. Любой пользователь может делегировать свои ADA в такой пул, увеличив таким его шанс на нахождение блока. Награды за добытый пулом блока распределяются между всеми участниками пула относительно их вклада токенов ADA. Однако в сети Cardano присутствуют ограничения на максимальный размер каждого стейкинг пула. На данный момент это значение составляет 60 миллионов ADA и со временем будет снижаться. Сделано это для децентрализации. При превышении лимита награды для участников пула начинают снижаться, вынуждая их делать сеть более децентрализованной, делегируя свои ADA разным валидаторам. Сеть Cardano является первой по количеству монет, участвующих в стейкинге. Около 74% имитированных ADA, что эквивалентно более чем 35 миллиардам долларов, находятся в стейкинге, обеспечивая надежную работу сети. Помимо прочего, Uroboros решает проблему энергоэффективности, с которой сталкиваются существующие блокчейны, требующие все большего и большего количества энергии для поддержания работы сети. Путь развития Cardano делится на эры, в каждой из которых команда занимается определенным аспектом проекта. Первой эрой была эра Байрона. В эту эру были заложены основы разработки Cardano и созданы официальные кошельки для взаимодействия с блокчейном. В конце июля 2020-го, путем хардфорка, сеть Cardano перешла в эру Шелли. Интересным аспектом является то, что при хардфорках, то есть радикальных изменениях сети, Cardano, в отличие от других рептовалют, обновляется без прерывания работы сети или ее перезапуска. В эре Шелли команда сконцентрировала работу над децентрализацией, сделав сеть Cardano намного более безопасной и устойчивой. В ближайшее время состоится внедрение в сеть Cardano смарт-контрактов в рамках эра Гогена. Это является важнейшей стадией развития, которая даст возможность построения в сети Cardano всего мира DeFi, а также выпуска пользовательских токенов, включая NFT и обычные токены. В будущем нас ждут эры Басё и Вольтера. В эре Басё команда сосредоточится на оптимизации Cardano с точки зрения улучшения масштабируемости и совместимости сети, а в эре Вольтера – над установлением системы децентрализованного управления сетью Cardano. Почему Cardano называют убийцей Ethereum? Процесс перехода на алгоритм консенсуса от Proof of Stake для Ethereum может занять еще два года и более, и на момент завершения этого процесса Ethereum может находиться на той стадии развития, на которой сейчас находится Cardano. За это время Cardano просто может стать более предпочтительной платформой для пользователей и разработчиков, захвативших большую часть рынка. Еще более правдоподобным делает такой исход событий, разрабатывающийся мост с сетью Ethereum, релиз которого запланирован на текущий год. Благодаря мосту любой токен из сети Ethereum сможет быть легко перенесен в сеть Cardano. Такие перенесенные или новые токены, созданные пользователями, будут функционировать как отдельные родные монеты в сети Cardano, подобно ADA. То есть комиссии за транзакции можно будет платить в самих токенах. ADA является родной криптовалютой проекта, обеспечивающей работу сети. Максимальное предложение достигает 45 миллиардов, из которых более чем 32 миллиарда уже были имитированы. Взглянув на распределение ADA, мы можем увидеть, что большая часть монет, а именно более 76%, принадлежит пользователям, делая сеть еще более децентрализованной. Хранить и стейкать ADA, поддерживая работу сети и получая вознаграждения в размере 4-5% годовых без учета роста курса цены ADA, вы можете в одном из официальных кошельков, ссылки на которые вы найдете в описании. 1. Dedals Wallet. Предоставляет максимальную безопасность ваших активов, так как работает в режиме полной ноды, то есть скачивает весь блокчейн Cardano на ваш компьютер. Таким образом, все транзакции отправляются напрямую через ваш компьютер без участия посторонних нод. Хоть Dedals и является отличным безопасным кошельком, синхронизация блокчейна и доступность только для компьютера может стать препятствием к удобному повседневному использованию Cardano для некоторых пользователей. Именно для этого существует Yoru Wallet. Вы можете установить кошелек в качестве расширения для вашего браузера подобно кошельку Metamask, о котором у нас есть видео или приложение для смартфона. Yoru Wallet дает вам доступ ко всем основным функциям. Вы можете принимать и отправлять транзакции, делегировать, покупать, продавать ADA и многое другое. Все это быстро и удобно. Помимо этого ADA поддерживается интерфейсами двух наиболее популярных аппаратных кошельков – Trezor и Ledger. Следи за новостями и подписывайся на телеграм-канал автора проекта Криптон – Trade Party. Все ссылки вы найдете в описании.